Валерия Брагина Ноябрь 2016 года. Суперсерия «Россия. Сборная канадских молодежных хоккейных лиг». Именно здесь Валерий Брагин окончательно определился с составом на предстоящие через пару месяцев первенства молодежных сборных. Среди поехавших на этот турнир и нападающий Данила Квартальнов. Действительно давно говорят. Ух ты, какой бросок! Гол! 2-1 в пользу сборной России. И хорошая атака, и в объятиях партнеров оказывается Данила Квартальнов. Быстрая контратака, которая закончилась результативным броском. Да-да, Данила Квартальнов, сын нашего известного хоккеиста Андрея Квартального, воспитанник Воскресенской хоккейной школы, выступающей ныне в системе ЦСКА. На молодежный чемпионат мира Данила поехала в роли ассистента капитана. Я очень рад, что Воскресенская школа была представлена. Это огромная благодарность и директору Геннадию Владимировичу Каратееву, и тренеру Игорю Николаевичу Игнатову, потому что эти люди помогли в становлении сына. И то, что мы, как бы сказать, о нас стали говорить, то есть Воскресенская школа была представлена нашим воспитанникам, это огромный плюс для нашего города. За четыре молодежных первенства, а что сборную возглавлял Брагин, наши ребята ни разу не уезжали без медалей. На счету Валерия Николаевича золото и трижды серебро молодежных первенств. И болельщики рассчитывали на очередное успешное выступление. Надо отдать должное Валерию Николаевичу Брагину. Он очень здорово умеет готовить на вот эти краткосрочные турниры. Их мотивирует, их как-то умеет зажечь, подготовить. Это немаловажно, потому что это, как говорят, о профессионализме этого тренера. На групповом этапе в первом же матче сборная России вышла против сборной Канады. Извечные соперники и главные претенденты на победу в любом турнире. И еще один. И еще один. И еще один номер. И оставляем одного, то не надо удивляться. Бросок гол. После поражения от представителей страны кленовых листьев наша молодежка камня на камне не оставляет от латвийцев. 9.1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем там, по-моему, и вратарь сборная латка и задел. Немножко изменил проектовые движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в третьей игре в упорном противостоянии сборной уступила еще одной североамериканской команде США, быстрому и слаженному коллективу. Мы с ним разговаривали на эту тему. Конечно, очень слабо сыграл с точки зрения результативности. То есть в плане выполнения вот этих исполнений, тех моментов, которые были, конечно, с этим надо работать. Очень много еще над этим надо трудиться. Я приводил, например, тех же американцев, тех же канадцев, какое высокое качество исполнения. То есть одному достаточно одного момента, чтобы выполнить, его исполнить. Другим требуется там 2-3-5. Это говорит и от уровня психологической подготовки, а от уровня технической подготовки. Здесь есть над чем работать. В последнем матче группового этапа россияне переиграли Словаков со счетом 2-0. В первой заброшенной шайбе ассистировал Данила. К сожалению, встретиться с Данилой нам не удалось. Идет чемпионат страны, и он не бывает в Воскресенске. Но о впечатлениях от сыгранных матчей Данила Квартальнов рассказал нам по телефону. В силовом плане, да, с канадцами было труднее? Да, в силовом. Канадцы больше толкают, они больше как-то агрессивнее играли. Американцы особо не толкались, они быстро бегали, конечно, слаженно действовали, все на ворота. Ну, как-то я с ними устал больше, у меня больше сил было потрачено с канадцами. Дело в том, что много, как бы сказать, рекомендаций там не дашь. Турнир достаточно крикосрочный, поэтому надо было восстанавливаться. Чисто технически, мы разбирались с ним несколько там эпизодов, будем так говорить. Но дело в том, что они играют по игровому заданию. Каждый тренер ставит конкретную задачу конкретному игроку. Чисто технически что-то, вот можно было бы выполнить какой-то элемент в плане исполнения. А вот так тактически нет. Здесь я не лезу, потому что здесь есть тренерский штаб, который определяет структуру и систему игр. Четвертьфинал россиянам предстоит пройти сенсацию турнира. Молодежную сборную Дании, которая к тому времени успела обыграть и финнов, и чехов. Но трудностей у наших ребят не возникло. Момент на ворот Самсонова. И вот здесь, вот видим, Квартальнов начинает атаку. Гурьянов здесь закрывает шайбу корпусом. Гурьянов здесь закрывает шайбу. Но не все в карьере молодого воскресенца складывалось легко и просто, как могло показаться. За место под солнцем пришлось бороться. И прежде всего, с самим собой. Я вспоминаю, вот в 15 лет, когда Даниилу пригласили первый раз на сбор, значит, в юниорскую, тогда в юношескую сборную. Он не попал в заявку на турне, по-моему, в Чехию они ехали. Это его очень здорово мотивировало. И после этого у него фактически поменялось мировоззрение в подготовке. Я его уже не заставлял. Он меня сам спрашивал, а как вот здесь, а как чего, подскажи вот там. Вот это надо. Вот здесь очень сильный был такой толчок. Мотивация была просто сумасшедшая. Да и практически свой тренер в сборной никаких поблажек не давал. Для тренера такого уровня главный результат. Вспомним того же Наместникова, который был более чем достоин молодежной сборной. Но Валерий Брагин в своей игровой схеме его не увидел. Да нет, никаких скидок не было. Состав выбрали и совсем одинаково относились. Никаких проявлений ни у кого не было. То, что он в воскресенке, это как бы ничего не дает. Ну, Валерий Николаевич особо так много не говорит. Он в основном смотрит и делает выводы какие-то. Больше у нас вел тренировки «Братаж». Он в основном все вел. А Брагин просто находил нужные слова, как мотивировал нас. Тоже в какой-то момент говорил, как нужно сделать. Ну, у него какое-то чутье такое есть, когда нужно что сказать. И вот полуфинал. Россия снова выходит на сборную США. Субтитры создавал DimaTorzok 3-3 после основного времени матча и овертайма. Все должно было решиться в серии буллитов. После трех бросков сборная России ведет и тут случается курьез. Часть скамейки начинает праздновать победу. Но не тут-то было. Серия шла не до трех, а до пяти бросков. Судья подъехал, сказал, что будет пять. Но, видимо, у нас не все услышали. Они радуются нас. Но и американцы тоже некоторые не знали. Они уже после третьего расстроились. Последние броски перевернули всю ситуацию с ног на голову. Субтитры создавал DimaTorzok Забегая вперед, скажу, что обидчики россиян сборная Соединенных Штатов Америки не дала и канадцам выиграть свой домашний чемпионат. В невероятном матче за золото американцы переигрывают родоначальников хоккея со счетом 5-4. А российской молодежке предстояло сразиться за бронзу с шведами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она победа. И пусть бронза, но завоеванная в упорной борьбе с сильнейшими коллективами планеты. И тем приятнее было видеть среди награжденных воспитанника Воскресенской хоккейной школы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данила набрал два очка по системе гол плюс пас, делав две голевые передачи. Конечно, можно сказать, что это немного, и тем не менее, он занял пятую строчку в команде по времени, проведенному на площадке, и выходил в самых трудных ситуациях, проводя в среднем по 17,5 минут за матч. При этом его показатель полезности составил плюс два. Ну и, конечно, главный итог – бронзовая медаль молодежного первенства мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, что только труд, можно через труд достичь и попасть и в национальную сборную, и попасть в команду КХЛ, НХЛ и так далее. Поэтому я желаю всем нашим мальчишкам, которые занимаются в нашей школе, трудиться, трудиться, еще раз трудиться и слушать тренерских тренеров, которые их готовят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...